Девчонки, всем привет! Привет! У нас сегодня прямой эфир с Мариной совместной. Давайте мы ее пригласим, а потом попробуем поговорить еще отдельно. Марина отправила запрос, и давайте я сразу ее приглашаю. Так, я отправила запрос. Кто подготовил вопросы? Марина, вы спросите? Хорошо вас видно? Все хорошо. Так, меня слышно нормально? Мне вас хорошо очень слышно. Да, все отлично. Я поздоровилась с девчонками, сказала, что у нас сегодня совместный прямой эфир, еще раз напомнила. Сейчас я вот так сделаю. Вот. И тогда, Марина, я начну. У меня, знаете, какой вопрос был от девчонок моих подписчиц про ваши дипломы, образование. Вот такой вот всех волнует вопрос. Ну, немножко расскажу о себе. Я по базовой специализации врач-невролог, но в этом направлении я не очень долго задержалась. Я потом ушла в иглорехлексотерапию, пять лет там практиковала. И в 2002 году я вот впервые получила диплом нутрициолога при Российском университете Дружбы Народов. Потом еще раз было там обучение, потому что информация всегда обновляется. И сегодня вы знаете, да, что если ты учился год назад, через год можно начинать учиться туда жить. Потому что информация обновляется. Потом это были курсы по фитотерапии или гербалистике в США, когда я там была. Вот. И основная база, конечно, выводов, каких-то связок, вот этих самых драгоценных. Это мой опыт. Это большое очень количество. Это тысячи консультаций за 16 лет. Угу. Ну, вы же сейчас работаете, правильно? Я смотрела, да. Смотрю за вами. Марина, скажите, еще такой вопрос был. Вот девчонки тоже пишут. Нельзя заниматься самолечением. Вот. Просто для меня эта информация, как минимальная информация, которую должна знать я, как мама. Конечно же, если какие-то, да, там начинаются совсем сложности и проблемы, мы идем к доктору тут однозначно. Вот насколько, как вот вы считаете, до какой степени, что ли, мы должны пользоваться вот этой информацией, когда стоит необходимо обязательно идти к врачу? Ну, во-первых, я считаю, что все, что касается питания ребенка и здоровья его, пищеварительной системы, это совершенно точно зона ответственности родителей, в частности, мамы. Потому что это зависит, то есть только мама видит, где ребенок находится, что он ест между тренировками, например, там, или после школы. В конце концов, мы видим их рюкзаки, и, да, они могут что-то там подъедать еще в школе дополнительное. Мы их сами кормим непосредственно. То есть, ну, представьте, на каком приеме гастроэнтеролога вы все это успеете разложить, да, и рассказать. То есть все, на что мы можем пожаловаться, там, быстро это какие-то боли, это какие-то серьезные нарушения стула, то есть то, с чем мама не успела справиться в течение, например, нескольких дней. То есть она заметила изменения, сделала выводы, а выводы стоит сделать на основании знаний, которые у нее есть. И, соответственно, если она не может справиться 2-3 дня, то тогда это повод вызвать педиатра. Та же история с вирусной инфекцией. Ну, я не знаю, в разных странах по-разному, но я считаю, что с обычным ОРВИ и какими-то первыми проявлениями, может быть, там, атита, фаренгита, да, если вовремя поймать эти вещи, можно справиться самостоятельно. И у меня тысячи мамочек это делают самостоятельно. Причем мы же сегодня говорим о тех мамах, которые больше склонны к использованию антропатических средств, то есть природности. Вот, а чтобы, может быть, кто не знает, что все фармацевтические средства, вот лекарства, это все подобия или формулы, выделенные когда-то, найденные внутри трав. Ну, например, да, то есть всем известный аспирин. Он же не был придуман кем-то, как бы вот, да, приснилась формула, и человек ее реализовал. То есть это вещество было выделено из коры белой ивы. И поэтому сегодня, когда мы используем, например, нам нужно натуральное противовоспалительное, все комплексы, содержащие кору белой ивы, будут оказывать этот противовоспалительный эффект. Но при этом не будет нарушать слизистую желудка, как, например, те же там диклофенаки и так далее. Вот в этом есть... Да-да, я слушала ваши вебинары, я вообще, конечно, но я в этой теме не особо разбиралась. Я когда слушала ваш вебинар, у меня голова вот такая, и мне кажется, блин, это же так, ну, ну не то чтобы просто, да, но это же так понятно, и почему бы не разобраться в этом как можно раньше. Я, на самом деле, вообще очень жалею, что вот с первым ребёнком, я только по врачам и таскала, мы принимали кучу антибиотиков, потому что я вообще была не в теме. Мы все так, мы все так, первые мамы, мы все так. То есть это вот ещё те далёкие времена, да, когда информации-то и не было. То есть вот я старшую дочку родила в 2003 году, ну, понятно, о чём шла речь, ни о чём практически, да, и ты сейчас понимаешь, что вот если ты сегодня становишься мамой, или там пару лет назад, всё, информация и море. Но это и сложность с другой стороны, да, то есть здесь приходится выбирать и находить специалистов. Я стараюсь, конечно, и сама учиться только у практиков, то есть теоретиков много, в практике они навязывают. Да, я помню, вы сказали, по-моему, на первом вебинаре, что здесь маме становится сложнее, потому что когда у неё нет информации, вроде бы как бы и окей. А если у тебя есть информация, ты тоже не можешь её не применить, и, ну, я так запомнила эту фразу. Да, не то чтобы жизнь делится на до и после, да, но что-то в этом. Марина, знаете, ещё какой момент? Вот я так внимательно там и читала, и смотрела ваши слайды про вирусы, бактерии, да. А почему вот, например, я сколько ходила к докторам, они не берут анализ, чтобы узнать, что это вирусы или бактерии, чаще всего все сразу выписывают антибиотики. Ну, ну как вот теперь я уже такая злая на этот счёт. Ну, то есть они просто выписывают антибиотики, а если это вирус, как? Ну, Марин, я хочу сказать, что это система, которая очень, ну, с определённой целью выстроена, скажем так, да. То есть у врача есть, каким бы он ни был настроенным на помощь пациенту, если он находится в рамках медицинского учреждения, он обязан следовать определённым протоколам. То есть шаг вправо, шаг влево – это настучать себе по шапке, да. Вот, поэтому в этом вопросе так есть вот такая схема. И, конечно, уже, может быть, там педиатры в частных клиниках, они придут и стараются, говорят, ну, давайте вот понаблюдаем. Ну, то есть вот мы несколько раз сталкивались, что, ну, несколько непонятные были там ситуации с детьми, и педиатры всё-таки, например, говорили, что давайте посмотрим, да, там, 3-4 дня, так, чтобы это вот на самом деле сразу было антибиотики. Сейчас всё это, слава богу, всё реже встречается. Вот. А нам это принципиально важно. То есть кто ещё не углубился в тему, насколько они, антибиотики, тяжело влияют на микрофлору кишечника, и не только на неё, и у меня, наверное, 90% детей, которые приходят к нам на консультацию, это уже с последствиями, там, полинозов, аллергии, астмы. Вот у всех детей практически 90% были антибиотики по тому или иному случаю, там, мама испугалась, там, ребёнок был с бабушками, и остались их, бабушки растерялись, и, конечно, сделали всё, что сразу сказали. Это дети, у которых был курс антибиотиков до года. То есть это всё влияет, и другое дело, что есть дети с более крепкой, например, там, микрофлорой, то есть, например, знаете, да, что дети рождённые кестревым сечением, у меня у самой трое детей именно таким методом рождены, у них есть нюансы микрофлоры. Вот, поэтому здесь всё индивидуально, с одной стороны, но и с другой стороны есть общие вещи, что мама по анализу, вот если она волнуется, да, сейчас анализы видели, как быстро делают, да, то есть раз-два, и с утра у тебя по СМС-ке уже на телефоне есть результат. Вот, она уже может понять. Вообще, сейчас мы ещё можем... Сейчас ещё можем справиться с антропотическими способами, или всё, уже надо бежать и, конечно, пить антибиотики. Поэтому моя задача – показать вот эти границы, то есть, когда мы можем ещё сами всё это сделать, да, то есть, спокойно, и не сразу браться за фарму, и когда уже стоит пригласить пилиатру. А вот если 3-4 дня ничего не происходит, всё равно анализ даётся, или уже прям вот выписываются антибиотики? Ну, вообще-то зависит от страны. Если мы говорим о России, то, конечно, если температура там держится 3 дня, вот, и она не уходит, то, конечно, это по стандартам, это повод выписать антибиотики. А вот, кстати, по поводу температуры. Вот у меня у старшего сына, сейчас уже практически не бывает, но вот бывало раньше, у него держалась температура 3 дня, например, и всё проходит. И вообще никаких симптомов, ни кашля, ни соплей, вообще-вообще ничего. Я сначала где-то, опять же, прочитала, где-то услышала, что когда сильный иммунитет, типа организм вот так вот сам справляется, и всё. Но у вас вот на курсе, я немножко другую информацию услышала, вот можно про вот температуру без симптомов? Ну, на самом деле, по большому счёту, конечно, вы правы, да, что реакция вообще на любые вещи, там, на пищу, на яркое солнце, там, на переохлаждение, у каждого организма своя. И я думаю, что нет никакого беспокойства, что если вы видите, что каждый раз при какой-то вирусной инфекции ребёнок одинаково реагирует высокой температурой, вот, и, соответственно, потом он приходит в себя, всё благополучно, в этом нет ничего страшного, это его особенность. Но часто мамы боятся, ну, и это, опять же, я объясняла как раз на курсе, да, что это такой, ну, родовой, что ли, страх, похоже, да, да, что вот все боялись температуры, бабушки, мамы наши с вами, да, только всё-всё-всё, температуру сбиваем. То есть бояться судорог, бояться, и вообще температура, это вот очень страшно. На самом деле, если грамотно выстроить стратегию, когда он начал только ребёнок болеть, а как раз именно мама может заметить, когда он только начал заболевать, да, то есть мы все знаем, как эти пупсики наши болеют, да, то есть они стали быть капризными, начинают приваливаться, да, то есть ещё температура не пошла наверх. Уже в этот момент мы можем дать малышу, например, витамин С. Ну, не совсем малышу я имею в виду, да, то есть всё, то есть уже может быть поддержка, да, вот. Если ребёнок начинает температурить, мы обязательно можем дать ему там магний, например, да, чтобы не было этих спазмов, о чём мама волнуется. И всё проходит более благополучно, конечно. Очень многие модели, очень, закончу, да, свою мысль, очень многие схемы дети как модель поведения считывают с мамой. То есть почему я об этом ещё не говорю? Если мама от того, что ребёнок сейчас заболевает, вся жалость внутри, она невероятно переживает и боится, ну, то и получится. Да, я помню, у меня мама приходила, закрывала шторы, выключала свет, включала какую-то там лампочку, чтобы ему там, не дай бог, чего-то свет не светил, когда он заболевал, у меня ребёнок. Да. Марина, давайте вопрос от Тани. У меня ребёнок рождён путём ПКС, это кесаря, видимо, да? Ну, плановая кесаря сечения, да. Ага. На четвёртом месяце после запора в тело обсыпало АТД. Были три курса пробиотика, всё прошло. Стоит ли пропивать пробиотик далее профилактически, чтобы не было рецидива в полтора года ребёнку? Нет, в этом нет необходимости. Скорее нужно выстроить грамотное питание, чтобы в нём не было слишком большого количества фруктозы и вообще простых углеводов по минимуму. Вот, потому что именно так мы можем просто раскормить патогенную флору, которая поднимет голову и снова будет. И беречься от неконтролируемого или стихийного приёма антибиотиков. То есть, если всё хорошо, хоть и чистое, ничего не надо. Я вот мечтала прям всегда найти курсы по питанию детей. И ваш курс, это просто для меня было как бы это нонсенс. Это не только питание, но это ещё и вот это вот про анализы. Я вообще, честно говоря, была в шоке. Я спасибо вам, говорю огромное от всей души. Марина, скажите, как вот раз в год я сдаю детям анализы, анализ крови каждое лето. Но я хожу всё время, ну как бы ходила к педиатру, вроде бы всё хорошо. Вот раз в год это достаточно, чтобы так просто поддерживать? Ну, вы же видите своих детей, да? То есть, если они болеют пару раз в год, какой-то вирусной инфекцией, да, это нормально. То есть, должен же как у ребёнка формироваться иммунный ответ. То есть, он должен научиться отвечать на агрессию внешней среды, да? Мы без этого никуда не уйдём. От этого никуда не уйдём. Поэтому раз в год, если ваши дети здоровы, вот, вам понравится чувство АПТ, что вы теперь знаете, как это оценить, да? Что везде, например, вы поставите минусы, вот, по анкете, да? Вот, и там минимум их будет. Вот, всё. Вы можете достаточно раз в год, конечно. То есть, я не за то, чтобы делать эти бесконечные, там, раз в полгода, раз в три месяца чекапы детям. В этом нет необходимости. Какие рекомендации для детей с аллергией? Когда они витамин С, ничего нельзя. В период цветения берёзы часто ловят ОРВИ. Это и понятно, почему часто ловят ОРВИ. Потому что иммунная система находится в напряжении. Она отвлечена на аллергены. Ну, это я очень простыми словами, да, объясняю. Конечно, можно сплотить вирус, да? Чем помочь? На самом деле, подготовка, ну, то есть, подготовка к полинозу начинается за полгода. Вот, мы на курсе об этом говорим, да? Да, да. Нам очень важно привести в порядок кишечник, то есть, поработать с патогенами, если они начинают нарушать границы, да, своих территорий. Вот, соответственно, скомпенсировать дефициты, потому что, например, ребёнок в состоянии гипоксии, да, там, скрытая анемия, он будет, конечно, болеть, в том числе, аллергиями чаще. Вот, то есть, это всё мы начинаем делать где-то за 3-4 месяца, как минимум. И потом уже к сезону полиноза, конечно, выходим уже на другие показатели. В принципе, чаще всего, вот мы в моей практике, за 2 года у детей удаётся убрать вот эту картину, да, то есть, они потом вообще реагируют на цветение. Да, девчонки, я вот тоже хочу сказать, что в курсе у Марины очень подробно про вот эти вот цветения, да, аллергии на это всё, прям вот целые, много-много слайдов, прям было очень суперкруто. У меня детей нету, но я слушала прям вот, вау, потому что я тоже всем пытаюсь всегда чем-то помочь, что знаю. Марина скажет, пожалуйста, дочке 5 лет, сывороточное железо, извините, 8,3. Насколько это критично? Гемоглобин 111, как можно поднять? Ну, вот здесь, смотрите, важно ещё посмотреть не только сывороточное железо, потому что оно, это показатель, который зависит от того, что ребёнок ел 2-3 дня назад. То есть, это гуляющий показатель, да. А вот то, что касается ферритина, это уже, ну, такой более чёткий, долгосрочный показатель, поэтому хорошо бы, конечно, видеть именно ферритин и общий белок. Вот, тогда мы уже понимаем, но по большому счёту, ну, то есть вот без этих двух показателей сложновато ориентироваться. Да, я про ферритин тоже так вот подробно узнала из вашего курса. Марина, скажите, вот у нас, когда я на Кипре ходила к докторам, ферритин у меня был практически, ну, там чуть выше нижней отметки, но у них это как бы всё в норме считается. Вы говорите, нет, у нас это тоже всё в норме считается, поверьте. А, да? Если вы, блин, в России сходите с ферритином, вам скажут, слушайте, да, всё отлично, вообще о чём? Видите, в референсе с 10 до 100, всё окей. Вот, и так всё окей, но у вас, я услышала, что для взрослых это массе тела примерно должно равняться, да? Да, это минимальный показатель, минимальная нижняя граница норма – это нормальному весу. Ну, то есть, если у человека лишний вес, то мы это не считаем. Именно нижняя граница – нормальный вес. Но я теперь умная после вашего курса. Я поднимаю себе ферритин, и мне сказали, что вот эти вот самые крутые лего ферр, вы знаете такие? Да, знаю. Вы их… Как они нормальные для этого ферритина? А вы посмотрели свой ферритин и общий белок посмотрели? Да. Да, да, то есть общий белок у вас хороший, выше 75. Да. Вот, значит, у вас нет пониженной кислотности желудка, это здорово. Вот, да, можете с ним работать. Единственное, что, смотрите, должно быть достаточное количество кофакторов, то есть достаточное количество витамина С. Я так понимаю, что у вас сейчас на Кипре какой-то сезон свежего урожая, да, то есть всего, что богато витамином С, конечно, старайтесь съесть. Может быть, какие-то уже в форме добавок вы возьмёте, да, то есть до грамма совершенно спокойно. Ну, и марганец, медь, всё должно быть. Да, у меня всё в порядке. Да, тогда вы выйдете быстро на эти показатели. Ну, и, конечно, я всегда говорю, что гипоксия – это главный враг нашей красоты, потому что у нас сразу начинает ускоряться процесс старения кожи, пигментация появляется, вот, так что в этом смысле это в защите. Вот открытая аниме, да, когда ферритин. Так, какую температуру нужно сбивать в 2-3 года и старше? Что, какую температуру? Да. В 2-3 года какую нужно сбивать и старше? Ну, вот смотрите, здесь всё зависит от того, каких позиций придерживается мама. То есть, знаете, есть такие мамы очень переживательные, тревожные, а есть такие спокойные и смелые. Вот если вопрос задаёт спокойная и смелая мама, то 39 и чуть-чуть за можно уже, как бы, ну, сбивать, да. И то я бы стала это делать с помощью, например, там, щелочных растворов, растворов, магния, каких-то таких антропатических средств, да. Вот. Если мама переживающая, вот она про себя знает, что да, у меня вот прямо нервы не на месте, я вот такая эмоциональная, переживающая, ну, тогда 38, там, 7, вот, конечно. 38,5 нужно точно оставлять, то есть это температура необходимая для формирования правильного иммунного ответа. Марина, ещё скажите, у вас вот тоже на курсе про витамин D, что он очень влияет на иммунную систему, правильно я поняла? И для меня было удивительно, что вот, например, солнце, да, как, например, Кипр, казалось бы, избыток витамина D, что нет, на самом деле, ну, есть его нехватка. А почему солнце, то есть, ну, вот так не влияет на витамин D? Солнце влияет, но дело всё в том, что есть нюансы именно образования витамина D в коже, то есть нам с вами нужно будет выйти на солнце где-то с 11 утра до, там, 15.00, то есть вот в этом зените находиться на солнце. Это как суточная доза, да, получается? Да, в районе 20 минут. И то это даже больше поддерживающее, то есть тогда, когда дефицит скомпенсирован. Конечно, если витамин D, там, при желаемом хотя бы выше 50, да, там, 60-70, может быть, то есть если у нас 20, то мы с вами просто обгорим, но мы не получим дозу. Вот. Лучше это сделать в виде капель или капсул, там, разных форм, да, то есть переработка, вот, а потом уже поддерживать. Понятно. Более того, хочу сказать, что если витамин D скомпенсировал до дефицит скомпенсированный, хоть у взрослого, хоть у ребёнка, до начала активного солнца, то и дети, и взрослые перестают обгорать, то есть у них нет вот этих волдырей, то есть есть такое лёгкое покраснение кожи, где раньше был бы волдырь, да, то есть ожог вот этот, да, сильный, мощный, но сейчас будет при этом же воздействие солнца только покраснение, то есть это ещё и защитный, то есть это такой мощный протектор от агрессии солнечной. То есть, в принципе, когда люди сильно обгорают на солнце, это даже можно сделать вывод, что недостаток витамина D у них был? Да, всё верно, чудеса просто, я как это, с луны свалилась. У дочки 8 лет, периодически болят ноги, с чего начать обследование? Обследование начать с витамина D, и малышке не хватает кальция. Просто ждать анализ на витамины? Ну, как минимум, витамин D, да, и посмотреть, что есть в рационе из источников кальция. Помню, да, что всё-таки молочные продукты – это не самый мощный поставщик. В дальнейшем я очень люблю всё-таки детям активно растущим, чтобы не мочить тазами с зеленью и кунжутом, да, то есть их добавить можно, но не очень важно. То есть в какой-то скомпенсировать дефициты можно хотя бы таблетированной форме. То есть это цитрат кальция, хилат кальция. Хилатная форма. Это добавки, да? Да. Мне же понравилось у вас на курсе ещё таблички для спортсменов детей. Кто чем занимается, каким видом спорта. Я сразу это всё применила. Марина, скажите, вот ведь этот курс «Мама лучше доктор» он как бы для детей, но по большому счёту это же для взрослых та же самая информация, правильно? Ну, по большому счёту да. Да, плюс-минус, да, потому что мы же все живём в одной семье, и если мы убираем токсичные продукты и, допустим, единственное, там разные нормы по дозировкам, например, да, то есть... Ну, это да. А стратегии питания, конечно, они похожи, да. Ну и питание, и анализы, в принципе, да, они же... Да, и анализы. Понятно, что если вы возьмёте общий анализ крови, и вы будете не понимать, что с вами у вас вирусная или бактериальная инфекция, вы эти же показатели можете применить, проанализировать. Это раз. То же самое, вот мы же в курсе разбирали-ка программу, да, она ведь действительно очень помогает разобраться самой маме, ну, как у ребёнка с пищеварением вообще. И вот наш сегодня с вами эфир всё-таки посвящён, вроде как, питанию, да, и пищеварению. И вот на курсе я как раз ведь говорю о том, что хорошо бы примерно представлять слабые стороны пищеварения ребёнка, если они есть. То есть не сразу бросаться, меняя стратегии питания ребёнка, вот прочитали где-то, нужно больше крыльчатки, дали ребёнку больше крыльчатки, а у него всё, то есть у него слетела поджелудочная, она очень напряглась, скажем так, да, простым языком, и расслабился в стул, и ребёнок стал вялым. Ну, а хотя хотели же мы что-то сделать. Сделать лучше. Поэтому это важный момент. Да, я помню, вы говорили, что сначала всё нужно скорректировать, потом заниматься уже, там, добавлять или витамины, или ещё что-то, скорректировать питание. Так, Марин, углеводы избегать, это значит не есть много белой муки в том числе? Да, в том числе. То есть я бы вообще, ну, мягко сказать, отошла от рафинированных продуктов в принципе, то есть как масел, так и зерновых, да, то есть всё, что мы имеем, очищенное, то есть поменьше очищенного, а побольше цельного. Так, вот вопрос ещё от Лены. У ребёнка насморк не проходит месяц. Лор лечил гомеопатией, педиатр назначил УВЧ, анализ крови в норме, эзофила 4, в итоге ничего не прошло, это аллергия в итоге? Ну, смотрите, если вот вы обратитесь вот с этой историей к классическому аллергологу, то, скорее всего, он скажет, что это аллергический ренит, ну, и предложит вам соответствующее лечение, да. Это традиционный подход. Альтернативный подход, натуропатический, будет лежать в зоне работы кишечника и лимфатической системы, потому что лимфа наша сбрасывает такое понятие, да, токсины, вот, через слизистые. И вот такие текущие носы, излезоложенные, хронически заложенные носы, это вот особенность последнего времени, да, то есть получается там 3-4 года, это очень часто в моей практике встречается. Сюда же можно отнести ещё пищевую непереносимость. То есть здесь нужно с нашей стороны, натуропатической, понять, то есть это пищевая непереносимость у ребёнка на какие-то продукты и связано, скорее всего, с нарушением проницаемости кишечника. Вот в этом направлении надо работать, и тогда вы сможете не попасть в ловушку, что теперь придётся всё время какие-то спреи брызгать и так далее. То есть просто вам как подсказка. Это тоже анализы на пищевую непереносимость? Ну, стратегически я обычно говорю так, что важно очень сначала привести в порядок кишечник, сначала привести, а потом сделать тест на пищевую непереносимость. Потому что обычно ко мне приходят уже, например, что-то почитали, посмотрели, сделали тест на пищевую непереносимость, и там огромная обойма продуктов, на которые ребёнок может реагировать. Мама сразу с потухшим взглядом, чем я его сейчас буду кормить, то есть она реально не знает, что делать, потому что всё, что они ели раньше, вот вся панель у них в запрещёнке. Но если мы сначала работаем с микрофлорой кишечника и целостностью стенки кишечника, и потом сдаём пищевую непереносимость, остаются 2-3 продукта, которые легко уходят. Чистить лимфу – это просто изменить питание для начала, да? Ну, питание вообще как бы напрямую так, чтобы на лимфу не влияет, это больше расширить водный режим чаще всего, использовать травяные сборы, которые позволяют, оказывают лимфогонный эффект, например, там, солодка, например, лист малины, лист смородины, что мы чаще всего даже в бане можем пить, завариваем. Да, я помню, у вас там много рекомендаций было на курсе по аптечке тоже. Так, Марина скажет, пожалуйста, что нужно попить ребёнку для роста. Вот узнать бы ещё возраст ребёнка, потому что тут несколько разных стратегий. Может, ты напишешь? В общем, могу сказать, что, во-первых, нужно понять, есть ли у ребёнка гипоксия. То есть дети, которые находятся в дефицитах, дефицит анемии, дефициты витаминов, микроэлементов, они, конечно же, хуже растут. Есть дети с совершенно низким белком по анализам. Вы знаете, он просто практически по нижнему референцу проходит. То есть у ребёнка либо нет в рационе достаточного количества белка, либо он очень плохо усваивается, всасывается. Здесь два момента. И если это дети постарше, к сожалению, я это вижу у девочек 9-10 лет, когда мама замечает, что они как-то притормаживают рост. То есть это уже проблема чаще всего ещё и йода-дефицита. То есть снижение функции щитовидной железы. Вот на такие вещи стоит обратить внимание. И, конечно же, витамин Д. Без этого никуда. Как повысить иммунитет 9-месячному ребёнку? Очень часто болеем. 9-месячному ребёнку никак не повысить иммунитет. Нужно, скажем так, посмотреть, на каком питании находится ребёнок. То есть ничем стимулирующим это сделать невозможно. Поднять что-то, дать такое, чтобы он раз и поднялся. То есть нужно посмотреть, на каком питании находится ребёнок. Он искусственник или на грудном вскармливании. Часто бывает так, что мама, скажем так, ни в чём себе не отказывая, кормя ребёнка, то есть поедая там и кучу углеводов, фруктов, всего остального, что её расслабляет или успокаивает, снимает стресс. Она тоже передаёт этот объём углеводов ребёнку. И, соответственно, патогены тоже, которые, возможно, передались через естественные пути родовые, или был, например, курс антибиотиков, они просто-напросто подняли голову, и, конечно, иммунитет снижается. То есть вот здесь много нюансов. Надо знать, как ребёнок родился, когда ребён ест, что мама. Чем безопаснее сбивать температуру? Нурофен или парацетамол? Парацетамол. У ребёнка 6 лет плохо растут волосы. С чего начать обследование? С общего анализа крови, ферритин, общий белок, B12 и фолиевая кислота. Это, как правило, анемия. Марина, скажите ещё про зубы. Много было вопросов. У меня тоже молочные зубы. Кто говорит, как? Лечить, не лечить? Угу. Смотрите, я бы всё-таки начала с того, что просто так с зубами проблем не бывает. То есть чаще всего это проблема избыточного бактериального роста, вот этого налёта, такого агрессивного на зубах. Это проблема кишечника. Здесь всегда есть дефициты по витаминам и минералам. То есть это и магний, и кальций, и витамин D практически всегда. И уже технический избыток сладкого. Поэтому я считаю, что если мама готова сначала вот эти пункты проработать, чтобы потом вылечить зубы, то есть сначала вот эту базу или параллельно отредактировать, и потом идти лечить зубы. Если она просто хочет ходить лечить зубы, то это придётся делать часто, потому что причина, опять же, не... А, понятно. Ну, то есть я стараюсь всё-таки выйти на то, чтобы делать меньше бессмысленных действий. Угу. Да, я поняла. У ребёнка 2,5 года очень неприятный запах изо рта, зубки здоровые. Что это может быть? Это может быть всё-таки какой-то сбой в работе пищеварительной системы. Здесь нужно поподробнее узнавать, что ребёнок ест, были какие-то, может быть, смены рациона, может, куда-то ездили, может быть, был курс антибиотиков. Это часто бывает. Вот, то есть на такие вещи обратите внимание. Так, про волосы мы уже отвечали, да, какие анализы сдать, про рост, про волосы. Как попасть на курс, поможет ли при аллергическом рените? Поможет, да. То есть там вся чёткая протокола всегда нужна. Какую можно дать дозу железа НСП для того, чтобы поднять ферритин? Это нужно смотреть уровень ферритина. Иридуально, да? Многих показателей, да. Вот про сладкое тоже много вопросов. Ну, я тоже просто советую курс этот пройти, потому что там в зависимости от сладкого тоже вы разбираете, какие нужно сдавать анализы. И про плохой аппетит вот тоже пишет девушка. Ребёнок, у вас плохой курс, плохой аппетит. Из-за чего это может быть? Тоже очень подробно вы разбираете плохой аппетит, правильно? Да, разбираем, потому что это далеко не вопрос каких-то маминых неспособностей приготовить продукты. Да, 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 да. Вообще не об этом идёт речь. Кратко скажу, да, что очень часто дети с анемией, скрытой анемией, они всё-таки страдают низким аппетитом. Очень часто это проблема желчного пузыря. Застой желчи, загибы и так далее. То есть решаем этот вопрос, и потом ребенок начинает нормально есть. Ну и психологический комфорт, да, то есть когда мама снимает важность этого вопроса у себя изговорить, это всё тихонько налаживается. То есть в принципе лучше сначала, может быть, сдать какие-то анализы, а потом заставлять ребенка есть, если он вообще... Да, 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 конечно. То есть у меня в практике не осталось детей, которым мы все причины разобрали, со всем поработали, и они остались малоежками. То есть они нормальные, едятся, и как только мама потом на фоне всех этих мероприятий отпускает эту ситуацию. Вот про потливость тоже. У меня младший ребенок очень потеет ночью. У вас тоже было на курсе, девушка Кристина спрашивает. Ребенку 4,9, потливость по ночам, никаких патологий, иммунитет хороший, практически не болели. Что это может быть? Значит, ну первое, что нужно исключить, это дефицит витамина D. То есть если вот мама убедена, что его нет, то все, как бы да, все мы все такие самые частые причины убираем. И ребенок ночью потеть не должен. Особенно, я же понимаю, что вот всегда, да, об этом говорю, что если ваш ребенок, например, бегает на улице или в зале, у него секция, и он там активно потеет, то есть это его особенность лимфодренажа. То есть так он скидывает, скажем так, токсины, да, то есть мы все это по-разному делаем. А все, что касается ночной потливости, когда ребенок спит в адекватной по температуре комнаты, он не перегрет в одежде, да, и все равно потеет. У меня есть мама, которая снимает с ребенка по три футболки за ночь, то есть они реально мухают. Вот, это все состояние интоксикации. Вот, здесь причины бывают и кандида, бывает и паразитарный, алимблиоз очень часто дает вот эту ночную потливость. Вот, поэтому, исключая вот эти вещи, ну или потом уже работая с ними, у детей в течение буквально там полутора месяцев, вот, мы же, антропатические методы, они не очень быстро работают, да, то есть так мягко. Вот, поэтому в течение трех недель, пяти этот симптом уходит, и ребенок спит спокойно, сухим. А вот вы сказали про паразитов, а можно без каких-то анализов просто пропивать, например, два раза в год вот этот курс от паразитов? Ну, смотрите, по поводу анализов, на самом деле мы же вот говорим информацию для людей из разных городов, да, то есть это не только там большие города-миллионники, а всем хочется, чтобы дети были здоровы, в том числе в регионах. Вот, и, конечно, лабораторные ресурсы очень разнятся, да, в разных городах. Поэтому я и так подробно на первом вебинаре говорю об анкете, что мама могла проставить плюсик действительно их большого количества. И если действительно сдали там кау на яйце глист, там есть, например, бластоцисты и так далее, то, конечно же, нужно это делать так. Но в моей практике я вот уже 14 лет своим детям, да, которых у меня трое тоже, мы раз в год всегда проводим противопаразитарную программу, а детям дошкольного возраста два раза в год растительные программы делаем. То есть мы не говорим, вот очень хочу правильно расставить акцент, о том, что мы избавляемся от паразитов. Ну, то есть вы понимаете, что вы курс закончили, а завтра ребёнок поехал к бабушке на дачу и наелся. Мы регулируем их количество, чтобы не было, это слишком много, чтобы иммунитет мог контролировать. А бывает так, что он не может это делать. И тогда начинаются всякие неприятности. А вы не сдаёте анализы, вы просто пробиваете курс? Ну, у меня уже, видите, глаз намётан. Я уже после детеней всегда вижу, что у них начинается бешеная тяга к сладкому, что они прям очень просят и хотят. Вот, как только какие-то там кожные сухи, пырышки, вот все эти, да? То есть, конечно, я вижу, что стоит начинать. Я вот когда анкету вашу заполняла и ставила плюсики, там же очень много, мне кажется, где-то 60, да, было отмечено. Да, 60 вопросов. Сколько? 60 вопросов по анкете, да, всё верно. Да, и я удивилась, насколько часто паразиты встречаются. То есть, там, потливость, сухая кожа, раздражительность, безразличие, да, какие-то запоры, боли в животе, вот это вот всё я тоже там где-то проставляла. Плохой аппетит, и настолько часто встречаются эти паразиты. Да, у детей встречаются часто, но ведь, смотрите, Марина, здесь важно, то есть, каждый симптом отдельно, он может и не говорить об этом, да, но нам важна сумма. И почему это вообще анкета существует? Потому что как раз вот эти признаки взяты из практики. То есть, ко мне приходили, и приходят дети вот с этими мамиными наблюдениями, да, и жалобами, грубо говоря. Вот, и когда мы проводим вот эти оздоровительные программы, получается, что эти все симптомы уходят. То есть, они конкретно с растительными вот этими комплексами. Поэтому вот это такие уже выводы, взятые с опытом. Ну, симптом там прям самые крутые собраны. Вот прям такие распространенные. Вообще анкета прям офигенная. И потом вы еще по каждому пункту все разбирали. Это было вообще очень круто. Так, у нас Ксения спрашивает. У сына в июле операция под общим наркозом. У сына в июле операция под общим наркозом. Как помочь ему восстановиться? Ну, здесь должны быть, конечно, большее количество вводных данных, да, по ребенку. Что, по какому поводу был общий наркоз. То есть, так вот я сейчас не смогу сказать. Ребенок гиперактивный и не может сосредоточиться. Восемь лет ставят СДВГ. Как можно без финибута это немного скорректировать? Слушайте, есть отличные стратегии, когда это можно не немного, а отлично скорректировать, начиная с питания, с работы с микрофлорой кишечника. Там есть по питанию определенные стратегии. Вот, и тогда обсдиета. И очень хорошие показатели у детей. То есть, я ищу до всех этих модных тенденций, когда мы работали с детьми, с задержкой речи, с задержкой психического развития, интеллектуального развития. Дети, которые наблюдаются в институте педиатрии. Были очень небольшие подвижки. И в итоге мы работали, например, с кандидой, работали с дефицитами. Вот, и дети просто расцветали. То есть, я одного малыша вообще до сих пор помню, когда он пришел, я думала, что он мне раскрутит все ручки, там, все предметы в кабинете. Вот, совершенно не узнала этого прекрасного мальчишку через три месяца. То есть, он был спокойный, равновешен, мог сам себя занять и так далее. То есть, мама прям была глубоко удивлена. Вот, поэтому целая возможность есть большая, улучшить состояние дефицитей. На этот вопрос очень много разных мнений у специалистов. Да, но я только исхожу из практики, что если мы скомпенсируем дефициты и улучшим состояние микробиота, там идут тонкие настройки, в том числе и с помощью анализа по Осипову, то, конечно, результаты очень впечатляющие. Дочери четыре года с восьми месяцев СОЭ повышен и постоянно растет. Сейчас 21. Ребенок здоров, простудой болит, раз в квартал активное. В чем причина, где искать? Ну, здесь тоже, конечно, нужно разбираться, потому что, смотря какие анализы сдавали, я считаю, что стоит, если все-таки люди в Москве сдать анализ по Осипову, да, и как-то еще расширить. То есть надо посмотреть, что сдавали, потому что если это общий анализ крови, общий анализ мочи, там стандартная биохимия, то этого маловато. Порекомендуете препарат витамина D? Ну, здесь вопрос возможностей, да, потому что если можете заказать на iHerb, то это, соответственно, там эти стандартные детские формулы, да, то есть California Gold Nutrition, там эта фирма, вот это доктор Меркало, профессиональная линейка. Ну, если сбегать быстренько в аптеку, то это вегантол. А у ребенка сильно отек нос, составит аллергию, как выявить на что? Ну, мы тоже отвечали, да, про проблемы, да, можно будет пересмотреть эфир. Так, что можно попить при стрессе для взрослых? При стрессе для взрослых сразу берите горсть магния, я шучу, конечно, да, то есть 400 миллиграмм магния, цитрата, малата, вот таких форматов. Это как минимум группа B, ну и комплексы валерьяна, хмель, пасифлора, вот это очень хорошо помогает. Можно, можно еще там какие-то травяные сборы, там адаптогены взять, не забудьте при стрессе, потому что это важно. Так, витамин D, потливость уже отвечали. Начала пить B12, плюс фолат, омега-3, соевый лецитин, D10 тысяч, сбился ЖКТ, стул жидковатый, есть связь с витаминами. Так, что там было? D, бодвинаты, фолаты, омега-3, соевый лецитин. Вы перебрали по жирорастворимым формам, по омеге, по лецитинам. Ваши желчные и поджелудочные оказались к ним не готовы, вот, по дозировкам. Поэтому, опять тоже, кстати, Марина, вопрос. Сначала мы понимаем, что с нашим пищеварительным трактом, и только потом мы начинаем принимать добавки. Вот, поэтому разберите ЖКТ. У вас, кстати, на курсе... У вас, кстати, на курсе были побочные эффекты, я помню. Алло, Марина, вы меня слышите? Вот сейчас слышу, да. У вас на курсе были побочные эффекты, какие могут быть? Я помню, прям, такой был тоже в этом вебинаре. Ну, потому что это важно, то есть мы же начинаем использовать биологические активные добавки, нужно их не бояться, они созданы для того, чтобы человек использовал их сам. Вот, но... Это же не лекарство, да? Но вопрос в том, что это нужно грамотно использовать, это раз. И, во-вторых, нужно понимать, что будет являться непереносимостью, да, а что является тем, что добавка начинает работать, а человек, например, испугался, и он не знает, что это за реакция такая. У ребёнка 8 лет, на пальцах стоп слезает с кожи по 2-3. Ой, вот это у вас тоже было, я помню, прекрасно. Видите, Марина, о чём вопрос? Вот сейчас мама задаёт вопросы, да, и они через одного есть в курсе. Это не потому, что мы так сами рекламируем курс, а потому что я в курсе положила то, с чем ко мне приходят мамы вот эти больше 10 лет. Нет, а я прорекламировала ваш курс всем подружкам, у меня уже, многие его прошли вместе со мной, потому что для меня это был вау-эффект, честно, вот вообще прям. Я даже, у меня даже муж настолько продвинутый, ну вот во всех вообще планах, и то какие-то моменты я ему рассказываю, такой вау, давай поподробнее, ну просто очень крутой курс. Спасибо. Ну, видите, я просто сама много обучаюсь и хотела создать то, что будет, не будет содержать вообще никакой воды, да, будет содержать конкретно максимум концентрацию информации, и я понимаю, что мы все мамы, все занятые, и если уж тратить на время на обучение, то нужно, чтобы это было максимум полезно. Да. Так, про то, что кожа облазит, скажите пару слов. Это проблема дефицита, чаще всего жирорастворимых витаминов, ну и группы В в том числе, но, понимаете, вопрос в том, что никогда вот так резко дефицит в организме не возникает, ну так, чтобы его не было-не было, и вдруг начало кожа славиться. Обновление эпидермиса происходит естественным путем, мы этого не замечаем в здоровом состоянии, то есть нас нигде с нашу шкурка не слезает, да. Если у ребенка или у взрослого, например, мы эти вещи видим, то это проблема дефицитов, но что к ним привело? То есть это какое-то нарушение в работе кишечника, то есть либо патогены подняли голову, скажем так, да, после антибиотиков, после каких-то путешествий. Вот это не редкость, когда люди возвращаются с зимовок, у меня прям вся весна в антипризитальных программах, да, то есть там откуда, Индонезия, Таиланд, вот мы там занимаемся потом эти вещами. Вот поэтому причина чаще всего там. Марина, скажите, пожалуйста, вот когда антибиотики пьешь, параллельно пьешь для флоры, ну вот эти добавки, да? Марина, что-то еще, можно повторить вопрос, чтобы ты объяснил? Вот когда пьешь антибиотики, еще пьешь для флоры, добавки, вот их нужно заканчивать вместе с приемом антибиотиков или еще продолжать какое-то время? Марина, прекрасный вопрос, ни в коем случае, то есть вообще их не пьют вместе с антибиотиками, вот их пьют после, потому что антибиотики убивают нашу полезную микрофлору, вот, и соответственно, даже если бы немножко наслоили, не страшно, то есть в течение месяца как минимум, то есть вот эти стандартные наши рекламные линексы на 10 дней после антибиотиков, поверьте, вот в сегодняшних практических условиях это недостаточно, то есть нам важно важно давать и пробиотики, и вот некоторое время назад я начала прям схемам вставлять уже и ферментированные продукты, и даже совсем маленьким детям мы даем, вот если это, например, есть квашеная капуста, да, то есть квашеная, заквашенная без сахара, да, то есть естественным таким путем ферментации, вот, то мы даже даем капелька мясов вот этой капусты для того, чтобы флора превосстала побыстрее, поактивнее. То есть после приема антибиотиков еще примерно месяц, ну там доза какая будет указана, да, два раза в день там? Да, да, да. Да, спасибо. Очень от многих слышала, что дети при приеме Д3 начинают беспокойно спать. Почему? Смотрите, здесь стоит обратить внимание, когда дают витамин Д, то есть если витамин Д дают вечером, ну, понятное дело, бывает просто так, там забыли, во второй половине дня дали, да, то есть мы переносим четко на утром, и еще метаболизм витамина Д зависит от состояния желчного пузыря и качества желчи, то есть если у ребенка есть нюансы в этой зоне пищеварения, то стоит разобраться с ней, и потом уже такой реакции чаще всего не бывает. Или поменять форму витамина Д, то есть просто другого производителя попробовать, то есть тоже такое бывает, но сначала вот эти два пункта. А вот девушка спрашивает, по ночам бывает у сына болят ноги ступни, сдали анализы, ревматест, отрицательный, кальций в норме, что это может быть? Здесь вот важно понимать, кальций в норме обычно сдает кровь, это не совсем адекватный показатель, то есть стоит посмотреть минералы в моче, вот, не все лаборатории делают, но вот если это Москва, то хромолаб это делает. И посмотреть витамин Д, или витамин Д сказала мама нормальный? В норме, да. В норме, да? Вот, я думаю, что... Нет, кальций в норме, извините, кальций там в норме. Можно посмотреть витамин Д, вот, а с кальцием разобраться, посмотреть в другом формате его, то есть по моче, да, и тогда уже, да, то есть может быть, есть какой-то воспалительный элемент, я понимаю, что если были у ревматолога, там уже все посмотрели, это реактивный белок наверняка, да, ультрачистительный, но чаще всего это бывают вот дефициты кальция, или вообще других минералов, и кальция, и магния, и следовых минералов. То есть начать с этого, а потом уже смотреть дальше. Я сама пила витамин Д, я начала хрустеть, что это значит? Честно говоря, я не думаю, что это взаимосвязанные вещи, прямо напрямую, то есть может что-то еще совпало. Сын часто болеет ангиной, аденоиды есть, храпит, врач говорит, нужно делать операцию. Ну, давайте поймем, что операция это, в первую очередь, конечно, это мы просто убираем следствие, да, то есть не убираем причин, вот это раз, потому что после операции куча таких детей, у которых снова вырастает, вот эти аденоидные разрастания, такие мощные. Это раз. Во-вторых, здесь нужно знать степень аденоидов, то есть если все-таки это первая-вторая степень, то мы совершенно точно, у меня очень много результатов, когда мы можем это убрать, вот, у ребенка, да, мы понимаем, что лимфатическая система заканчивается во созревание к 12-13 годам, то есть какие-то нюансы с работой лимфатической системы, мы видим все детство, это нормально, да, то есть другое дело, что если аденоиды такие, что они уже приводят к патологическим процессам, например, если у ребенка снижается слух, да, и, то есть вот там, конечно, нужна точная операция, но стоит сделать ряд мероприятий, которые позволят не вырастить с тем аденоидом снова. Я помню, на курсе у вас было тоже и про аденоида, и про кашу затяжной. Дочке 13 лет периодически рвет. Делали УЗИ, застой желчи, небольшой загиб желчного, как помочь ребенку? Ну, я бы в первую очередь обратила внимание на то, что есть какая-то совершенно точная психологическая причина, потому что далеко не у каждого, загибы и застои есть у каждого третьего ребенка, вот, но рвота далеко не у всех, вот, поэтому здесь в помощь желчегонные комплексы, растительные, лицетин обязательно, да, как фактор, который напрямую влияет на качество желчи, ну, и обязательно разобраться с психосоматикой, и это точно не просто. Нейтропения, возраст с полутора лет, сейчас пять, когда, может, и должна пройти? Ну, здесь, опять же, не хватает вот этих подных данных, то есть, там очень много, что нужно посмотреть, что уже успели сделать, какие анализы и так далее. А как привести кишечник в порядок, с чего начать? А что-то, Марина, опять зависаете немножко. Сейчас не слышите меня? Наверное, сейчас все домой пришли, включили, включили интернет, и, в общем, у нас немножко подвисает, или у нас, или, и насколько всем хорошо слышно. С чего начать кишечник приводить в порядок? С чего начать приводить в порядок кишечник? Начинать с питания, то есть, отсмотреть, или, или там вопрос именно средств. Нет, просто вот вы говорите, ну, много где, что начать нужно с кишечника. Плохо слышно? Да, безусловно. Знаете, когда мы, когда мы коротко говорим о кишечнике, я всегда, то есть, и вам любой врач скажет, говорить о кишечнике, это такое слово, которое по-своему подразумевает весь пищеварительный тракт. То есть, я опытным путем пришла к тому, что лучше всего налаживать его сверху вниз. То есть, это желудок, но у детей чаще всего. Мы же на курсе разбираем о том, какие особенности есть возрастные пищеварения, то есть, чем мы должны, что должны учитывать. И, конечно, это поджелудочная железа и желчный пузырь. То есть, если ребенок питается какими-то такими токсичными продуктами, всеми этими детскими сладостями, детскими завтраками, то, конечно, поджелудочная железа начинает буксовать, как я это называю. И почти у каждого второго ребенка сейчас ферментопатей. То есть, разобраться с поджелудочным и желчным максимально растительными ферментами, то есть, только травяными методами. То есть, не надо никаких креонов, мизимов, панзинормов. То есть, это все достаточно агрессивные лекарства. Все-таки растительные ферменты, папаин, бромелайн, комплексы растительных ферментов. И потом уже двинуться ниже. Обычно помогает даже уже эта работа. А потом уже, конечно, работать, посмотреть с микробиотами. Если не получится выстроить все грамотно, тогда работаем с микробиотами. Марина, здесь вопрос про белые бородавочки. Что это? Чем это может быть? Все по-разному называть. Я не могу. Если бы мне показали, кто-то говорит, что это миллиумы называют вот эти вот на лице. Знаете, такие зернышки. Это проблема желчного пузыря. Вот. Кто-то называет там папиллому белыми бородавочками. То есть вопрос, о чем идет речь, и тогда можно будет сориентироваться. А про нервные тики глазами. Невролог прописал магний и тенотен. Ребенку 9 лет. Ну, смотрите, по идее должно помочь. Да? То есть единственное, что я бы еще добавила все-таки витамины группы В. Хороший комплекс в коферментных формах. Вот. И тогда должно помочь. Но мы с вами понимаем, что уже, да, Марина, после курса, что есть какой-то переживательный момент у ребенка. С этим нужно разбираться. То есть нельзя это оставить без внимания. То есть мы можем помочь нутрицептиками, там, травами и так далее. Но с причиной тоже нужно работать. Это не просто так этики у детей возникают, конечно. Что-то малыш переживает. А вот про пигментацию уже несколько лет не проходит. Какие анализы лучше сдать? Анализы сдать. Посмотрите, пожалуйста, работу печени, потому что она отвечает за пигментный обмен. Обязательно посмотрите щитовидную железу, потому что пигментация на лице также связана с ее гипофункцией чаще всего. И, конечно, вся панель на анемию. То есть это показатели ферритина, общего белка, B12, фолиевая, это вот как минимум. То есть на три вещи обратите внимание. Но препаратами ферритин хорошо поднимается? Потому что говорят, что его вообще очень трудно поднять. Вообще совершенно неправда на тему, то что говорят. Ферритин отлично поднимается. Ферритин отлично 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 Продолжение следует...